не могу не показать обожаю корешки смотрите смотрите как заплел обалдеть обожаю когда они так делают так на это смотришь думаешь что-то такое там тихо сидит чем-то своим занят мышечками листья медленно растут не цветет шо ж тебе не так а потом достаешь горшок смотришь и понимаешь а вот чем ты занимался родной все это время вот она как вот такой молодец базу себе наращивает который потом будет уже кормить себя и показывать чудеса роста и цветения класс так следующий сказал заведующий и тут вот такой лоток полный интересностей что тут интересного так ну вот здесь вот такой вот эквестри садпо который никак не может решить это у него будет детка или цветонос но уже больше все-таки похоже на детку так здесь вот у меня цветет оранж 1 оранж 2 я знаю я обещала снять при хорошем свете я обязательно завтра утром при дневном свете их сниму они очень интересные красивые товарищи очень классные так еще здесь вот готовится цвести квестри с бисто один а вот второй которого я показывала фотографии и наверное подумай может сниму отдельно про него видюшку он в общем решил дать детку и это дело очень люблю так вот здесь у меня товарищ который которого корень считает себя цветоносом так вот он растет так ну вот здесь вроде бы у него там какая-то пыбка хотела расти но передумал поэтому поэтому про тебя рассказывать не буду раз ты передумал пыбки растить ну так это все в принципе новички кроме этой самой крупной так он у всех тоже корешочки что радует а вот это вот большой перекормыш купленный как эквестриз то ли эквестриз то ли rainbow chip но в общем по сути это голландец но несмотря на это я очень люблю этого товарища мне кстати дал трех деток одна вторая и уже такая огроменная третья корешки только-только начали проклевываться у этих деток причем причем кстати вот у этой вот это огромное пока я все устраивает на даже не думает давать корни цел видите как пышно в общем то было очень пышное покупное цветение в инстаграме есть фотки можете посмотреть потом он дома посидел посидел подумал и в общем решил что наверно по цвету я тебе еще дорастил боковые цветоносы вот хочу сказать что цветы выдал гораздо больше чем те которые у него были действительно на порядок больше и хоть он такой достаточно безродный эквестриз скажем так не очень нравится извините конечно за качество съемки так то что у него абсолютно отсутствует желтый пигмент на калусе но при этом очень эти яркая губа яркие вот тут вот вокруг губы тоже и яркий краб он очень красивый такой и кстати вот эти цветы стали больше и у них волнистый пошел лепесток чем симпатично такой красавчик вот так кто-то желтит листики наращивая там корешочки листочки всякие тут прелести новые так повезло что много цветущих такой крупный тоже вот хочу сказать из одной поставки вот смотрите вот это оранж да и какой он крупный и вот это оранжи он поменьше видите но так вот бывает стоит тоже корешочки начал растить хорошо это уже вот листик немножко попечалился и он пошел новые корни отращивать поэтому собственно так как он пошел новые корни отращивать я решила что дам ему подсвести я планировал посмотреть действительно ли оранж подсветению и потом попробовать это все дело обломать наведись пожалуйста фокусом вот но так как пошли новые корни он показывает хорошие результаты то же обламывать ничего не будет пусть растет так свет балуется как раз я решила снимать видео у меня тут две лампочки перегорела фокус балуется всем балуется но я все равно сниму и сделаю эту видюшку буду поливать так пятый лоточек предпоследний но такой лоточек моих доходяжек я его называю тут те кто пришли в не очень состоянии те кто больше всего пострадали от орхидариума ну в общем то тем кто кому нужно лишний раз заглянуть и поэтому они стоят отдельно я знаю что их надо побдить вот ну вот это большая печаль моя была это тот который в орхидариуме оторвался на блоке упал и плавал в воде очень долго пока меня не было потом я его нашла почти весь выгнил но я смогла спасти кусочек и вот это все что светленько это новые корешки сначала немножко он противился и эти корешки куклил сейчас он видно они уже закапываются в землю и вот этого два новых листа он вырастил у него был один старый он его недавно отсушил вот но я думаю что жить он будет и сами понимаете выгнил он по полной живых корней у него не было и у него были одни ниточки и вот кстати корешочек и ниточки от корешочков вот но вот он растет так что так что так что вот этого товарища тоже постигла печальная участь достаточно вот он уже в хорошем тургоре у него скапливалось у него один лист был такой интересной загнутой формы я не рассчитала что у него там может скапливаться вода и он тоже у меня подгнил но на блоке когда был вот уже видите новые корешки мы видим три новых хороших сейчас там теперь главное не уронить потому что я их умею уронить когда снимаю одной рукой так ну вот видно он растет тут закручивается этот корешок вот еще один он закуплился в общем растет его пришел новый лист тоже радует все супер так ну вот этой товарке уже очень хорошо но переставить скажем так некуда поэтому стоит она там где стояла такая пышнючка наросла хорошая и корни хорошие тоже у меня нарастают отрастают все отлично нарадует тут не хотела долго набирать тургор дама корни такое ну вот видно много уже белых вот это все молодые новые отрастают закапываются будет дело просто это все будет не быстро так вот такой товарищ тоже корни наращивает тоже дело будет так одно вот это тоже да сильно сильно пострадал такие странные интересные листья ну вот он новые корни все отлично у него в основном пострадали именно листья корни какие никакие остались вот он пошел уже отлично на поправку сначала было вот эти два листа которые от него и остались он долго наращивал корни он дал новый лист сказал таки буду жить этим хорошо этих я сюда на всякий случай поставила но они себя изначально хорошо показали хорошо растут хорошие корешки то товарищ дал детку и сам продолжает расти так это новенький значит мне в горшке пришло их там было три получилось и они развалились на два отдельных растения я решила посадить отдельно вот такой с деткой и в принципе как бы они хорошие им ничего там особо какого-то не нужно ухода но они неудачно сидели вместе вот эта детка была закопана я ее откопала она конечно такая израненная но и посмотрим может выкарабкается может не выкарабкается вот корни классные классные корни пошли растят вот этим тоже хорошо этот был новый я решила его мне листья не очень понравились и корневая была средненькая я решила сюда определить так вот такой товарищ у меня есть он меня больше наверное напугал своим размером и такие листья у него тоже мне не очень понравились сразу но в итоге он себя очень хорошо чувствует растит корни немножко подвижным в этом горшочке альбасип чё то мне казалось что у меня их тут два сидела странно что он тут остался один или он тут и правда один был вот что-то у меня провалы в памяти начали что он тогда как-то странно на бок сидит если он тут был один ну вот смотрите корни растут вот кстати некоторые там у тебя такой маленький а горшок такой большой большой потому что вон они корни все там растет поливается все супер так вот это это не пустой горшок вот смотрите тоже этот товарищ выгнил в общем очень неудачно тоже это неудача произошла в орхидариуме тоже в мое отсутствие такие мне приключения когда у меня оборвался один блок он там взбудоражил все и каким-то образом откуда-то отвалилась отвалился вернее большой кусок мха и он лег на шею этому товарищу как жабо вот и там все очень не кисло подгнило и это все что осталось я честно говоря думала его выбросить но корни он растит листик остался смотрите какие корнище растет но грех выбрасывать в общем я решила дать ему шанс вот да видите какой то у меня неудачный был опыт первый с орхидариумом у меня много казусов произошло причем самое смешное что вот все это как на злу происходило когда меня не было первый раз у меня орхидариум очень пересох у меня высохла вся вода на дне в общем нижний ярус этот третий квест рисов остались абсолютно без единого полива от чего в общем сильно сильно пострадали и отходят а в другой мой отъезд видите у меня произошли наоборот гнили потому что отвалилась орхидея плавала плавала вместе с тилками тилки тоже погибли вот и вот такая беда с узком ха у меня еще приключилась но это опыт мне этому опыту благодарна они все отходят да теперь конечно порадует меня через года два-три но все равно порадует так приступлю к поливу и останется последний лоточек видео продолжается и последний лоточек здесь у меня полное разнообразие здесь вот такие крупные ребята такие красивые цветущие ребята недавно купленная детка такая двойная посадка вот два дубля это альбы от Мики это недавно купленный пилорик тут детка на мамке у мамки цветонос с точки роста и детка вот без не знаю от какого эквестриса детка от моего какого-то в общем-то из тех кто погиб в орхидариуме расчет она активно запускает корни это от Джозефа Ву который у меня все корячится у меня их два один большой растет в первом лоточке который в это видео был и второй вот такой и он все время знаете нарастает такой куртинкой потом все сбрасывает не знаю что ему не нравится у меня пока я над ним экспериментирую так это детка оранжа у меня про нее кстати было пару видюшек она видите процвела не поверла классный турго растит корни так вот это бедося это недавно я получила все были нормальные а у нее не знаю я ее так сейчас пробую спасти вот она была здесь вот проблемная и видите как она выгнила такой у нее лист я ее просто так вот она лежит вверх той штучкой чтобы не подгнивала и я смачиваю мох во влажности ну посмотрим выживет выживет не выживет не выживет не выживет это один из дублей вот это кстати одна из причин почему я беру дубли вот это вот гниль она была под листом мне ее не было видно то есть получается что в какой-то момент туда попала вода и там осталось и тут лист был зеленый все а желтеть начал лист который скажем так следующий после него ну я его сняла ничего на нем не было ни черного вроде бы ничего но пожелтел и пожелтел вот а потом мне не понравилось что как-то шевелиться верхушка начала то есть не плотно сидела вот когда трогаешь она прям ходуном ходит я полезла и увидела там черноту в общем решила я все таки не очень люблю заниматься но захочет выживет не захочет пока пока вот поэтому я люблю сразу брать дубли чтобы потом не плакать и не ждать не знаю там полгода год пока будут опять вести этот заказ и будет ли там такая же орха или уже не будет и что но такое бывает орхидеи они живые и но такое случается на самом деле ничего в этом страшного нету вот ну это все кого мне осталось полить еще эквестерис wild pink он переехал в орхидариум на кухне и в принципе все на этом мои эквестерисы заканчиваются вот такая у меня еще есть цветущая малышка красотка ну конечно конечно же интересней наводиться на зубные щетки чем на цветочек черт с ней красотка потом может ее сфотографирую или сниму подумаю вот так вот это в общем то все мои эквестерисы показала как и обещала какой будет видео винегрет из коротких видюшек смонтированных и всем большое при большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями в группах заглядывайте на фб заглядывайте в инстаграм всем везде рады всем солнечных дней пышных цветений пока пока пока